Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6. И в этой серии мы будем проходить нашего босса Лича Магилорда, и в этот раз он у нас на карте Кубизм. На самом деле это невероятно. Как по мне, это очень такая хорошая карта. Она очень большая, и мне кажется, это нам очень сильно будет помогать. Когда мы будем бороться. Так, вот сразу же ставлю обезьяну, и мы начинаем. А пока что я хочу вас попросить людей, которые смотрят мои видео и не подписаны на канал. Пожалуйста, подпишитесь, потому что это меня мотивирует дальше снимать видео. Может быть вам интересно это, если вы хотите, чтобы больше выходило видео. Поэтому поспособствуйте этому, пожалуйста. Если вам не сложно, подпишитесь. Ну и все, минутка рекламы закончилась. Также еще вам могу сказать о том, что у меня есть дискорд сервер, на котором уже более 35 участников. Там очень дружественная атмосфера. Мне очень нравится, что у нас вот так все получилось там. Все там часто играют между собой, пишут, общаются. Если вы тоже хотите поиграть с кем-либо в Bloons TD, то можете смело заходить на наш дискорд сервер. Мы всем будем рады. Ссылка будет в описании под видео. Ух, сколько рекламы. Ну, дискорд сервер, он, знаете, это даже не то, чтобы реклама. Я его больше создавал для вас. В первую очередь, конечно, это все было сделано для вас, потому что именно вы часто мне писали, что хотели бы поиграть с кем-то или вот меня просили, а у меня не так много времени, не так много возможностей для игры. Поэтому я создал сервер, и я надеюсь, что вы можете там играть спокойно, находить друзей. Если вы найдете друзей, так это вообще будет невероятно на самом деле. Так, поставил уже банановую ферму, и вы действительно можете заметить, что карта очень такая хорошая в этом плане, что восьмой раунд у нас обезьяны с дротиками абсолютно не прокачены, и до сих пор очень хорошо держатся. Конечно, сейчас уже начнут более-менее проходить, давайте тут я чуть-чуть прокачаю. Это не страшно. Так, и сейчас будем прокачивать нашу банановую ферму. И скоро, наверное, буду еще добавлять инженеров. Ну, на данный момент у нас и так вроде бы все хорошо справляется, посмотрите. Прямо нормально. Проблем никаких нету. Поэтому мне эта карта очень нравится на самом деле. Ну, вот пока что на данный момент прям хорошо вот так вот все идет. И если я потом буду проходить на Эксперте, там ведь потом такая сложность открывается, то мне кажется, будет намного легче. Так как тут все линии, они, знаете, между собой пересекаются. И если вот здесь вот, например, поставить много разных сильных обезьян, то они будут постоянно бить, постоянно стрелять и наносить урон. Что нам очень сильно будет помогать, дамажить. Что нам уже, собственно, помогает невероятно. Так. Чтобы нам тут сейчас поставить, у нас уже 13 раунд и денег накопилось, я поставлю, наверное, еще одну ферму банановую. Сейчас у нас, похоже, немного будут проходить. Ну, не страшно на самом деле. Даже если немного пройдет, то... А даже никто и не прошел. То есть у нас все абсолютно нормально на данный момент. Можно будет вот сейчас поставить уже инженером. Так как есть две фермы, Уже какие-то деньги вот копятся. И будем, если что, на всех случаях его прокачивать. Смотреть, что у нас, к чему тут выйдет. Так. Я бы потом еще поставил обезьяну мага. Только на самом деле я бы ее поставил где-нибудь на место инженера. Хотя лучше на место обезьяны с дротиками ее поставить. Так как именно, вот, скорее всего, огонь сюда перейдет. И это будет для нас очень удобно. Так, рынок стоит 2900. Значит, мы играем на средней сложности. Как я понял, этот босс в этот раз на средней. Это радует. Ну, точнее, как облегченно, знаете. Если сравнивать нашего предыдущего босса, который был на кукурузной карте, то это прям какая-то небо и земля, если так посмотреть. Потому что... У меня там, правда, были проблемы. Я, конечно, если бы еще постарался, я бы мог бы пройти, наверное, на Эксперте. Но уже как бы толком и времени не было. И он закончился, и немного обидно. Поэтому будем тут стараться проходить. Кстати, смотрите, немного проходят. Ладно, пускай пока что чуть идут. Нам не жалко. Так, два рынка зато уже у нас есть. Давайте тут вот радиус мы увеличим. И сейчас немного инженеров прокачаем. Или же даже не инженера. А вот так вот я поставлю. Мак. И сейчас будем купить на огненную стену. Я надеюсь, что она, правда, вот сюда поставится. Оставится, потому что это будет очень удобно. Да, вы посмотрите, прям сюда. То есть это и на входе, как бы, и на выходе. Это очень удобно, как по мне. Так. Ну вот тут, правда, нам вот так вот добавили, чтобы она видела камуфляж. И все. И теперь спокойно дальше копим на фермы. Точнее, сказал, на деревне. Потому что, как бы, уже все хорошо у нас. Проблем никаких нет. Сейчас поставлю еще пару рынков. И буду уже прокачивать на верхнюю линию. Так. Ну, прям нормально все у нас проходит. Мне прям нравится все это. Все очень здорово. 27-й раунд. Уже третий рынок есть. И я даже не помню, когда... Ну, точнее, было ли у нас уже такое. Хотя все возможно. Так. Сейчас еще один рынок поставим. И будем уже что-то обдумывать другое. Все. Теперь я бы у нас попробовал бы поставить сюда фермера. Или вот сюда. Надо сначала поставить, наверное, деревню. И от нее уже отталкиваться. Так. Что-то я запутался. Куда нам можно вообще все сделать? Давайте я тут немного уберу скорость. Чтобы у нас было больше времени на обдумывание. А пока я обдумывал, мы тут еще накопили много денег. Поэтому давайте я тут быстренько еще один рынок куплю. И будем идти дальше. То есть 33-й раунд, а у нас уже 5 рынков практически. То есть все, вот 5 рынков. И уже дела обстоят нормально. Так. Главное не забыть. Вот сюда вот шпилькомет поставлю. Здесь прям идеальное, мне кажется, место для него. Так. Сюда, наверное, деревню. Ой, деревню. Что-то все у меня уже. Вот еще ферма. Пока что я, наверное, сам буду собирать. Ну, по крайней мере, посмотрим. Или же... Навряд ли. Сам буду. Вот так. Мы сейчас вот фермера поставили. И теперь я надеюсь, что он будет все нормально у нас собирать. Как бы так все уместить, вот знаете, чтобы больше. Неужто тут всего одна ферма влезет? Это, конечно, обидно. Так, вот сюда еще. Здесь не влезет. Но здесь будет хотя бы. 4 тысячи у нас даже уже накоплено. Ой, чуть друг да не поставил. Офигеть. Так. Что мы сейчас делаем? На всех случаях... Блин, а что бы на всех случаях сделать? Вот на всех случаях я бы у нас поставил вот такую вот... Обезьяну. Сейчас мы вот быстренько продадим. Пока что у нас тут начало. Пока не страшно. Опа. И теперь вот посмотрим, как мы будем справляться. Ну, пока что прям нормально. Никаких проблем нет. Так, тут даже немного прокачаем. Вообще, трудности пока что все пропали. Потом мы продадим этот шпилькомет. Поставим что-нибудь другое. Так. Немного у нас, конечно, хп это отнимает. Но вот классно, что он сейчас чуть-чуть пролетит. И потом же опять вернется вот сюда. И ему опять будет наноситься большой урон. То есть это как будто прям идеальное место вот для шпилькомета здесь. Ой, а что-то у нас там. Деньги-то накопились. Все, первый класс у нас преодолен. Давайте я тут удаляю. Шпилькомет. И ставлю уже вот такие вот рынки. Тут у нас укрепленный моб. Надо бы что-нибудь с ним сделать. Блин, она липкой бомбы нам не хватает. Так, давайте тут быстренько продадим. Так вот сделаем. Что, он уничтожит? Пожалуйста. Ну, из него ничего не должно выпасть. Фух, все. Проблем нет. Это я уже тут просто для подстраховки все сделал. А я что, я криво поставил? Места не хватает. Обидно. Так, ладно. Ну и сюда поставлю. Почему бы нет? До следующего босса у нас еще 14 раундов. Времени как бы, ну, предостаточно. Так, ставим сюда ферму эту. Здесь можем прокачать. Сколько тут уже? Ну, 10 тысяч принесло, кстати. Нормально. Так, вот. Собираем все. Вот здесь вот у нас еще есть место. Я так думаю, сюда будет поставить. Будем надеяться, что фермер у нас все соберет. Э, алло. Почему у нас одна влезла, а вторая не хочет? Хотя тут как бы места-то немало. Понятно. Все против нас. Так, тут еще прокачиваем. На самом деле, правда, странно. Ну да ладно. Может, вот это вот выпирает сильно. Копим пока что дальше деньги. У нас все обстоит прям нормально. Еще 9, ну, 10 раундов до босса. У нас уже куча всего есть. Семь рынков. Ну, еще просто таких вот 7 обычных ферм. Так, тут не прокачано. Тут не прокачано. Вот, смотрим, где они прокачаны. Будем все ставить. И я так думаю, что сейчас нам пора ставить друидов. Друидов я бы поставил вот сюда. То есть, вот здесь у нас будет главный. Ну, сначала надо вот так вот просто расставить. Один. Ну, вот, значит, вот сюда главного. Сюда еще. Еще. И мне, кстати, написали в комментариях, что я немного не так прокачивал того друида. Сейчас попробуем сделать все нормально. То есть, именно наш главный друид, он должен быть прокачан наверх. А все остальные уже посередине. Потом посмотрим именно вот так. В этот раз. И мне действительно вот кажется, что так правильнее. Потому что он будет бить очень быстро. А с учетом того, что у него как бы еще и молнии будут. Так, это вообще будет невероятный урон. Теперь нам надо 45 тысяч. Но с деньгами у нас вообще проблем нету. Они копятся очень быстро. Если что, может быть, что-нибудь продадим. Ну, пока нормально. Уже есть 20 тысяч. А еще он целых 3 раунда. И, наверное, вот до сюда он еще будет где-то 1 раунд лететь. Так что... Мне кажется, мы должны успеть. Все должно быть хорошо. Так. 58 раунд. Ну да, деньги на самом деле, правда, очень хорошо копятся. Меня что-то удивляет. Как здорово все выходит. Ну нет, не ставится. Ну что ты такое? Ну почему она не хочет? Так. Уничтожаем тут все. Обзиана ниндзя. Я не знаю, может, потом продадим. Так. Вот. И мы уже почти накопили. Все. У нас есть этот друид. И посмотрите, какой урон начинает идти. Со вторым классом мы тоже, ну, уверенно справляемся. Это меня очень радует. Значит, теперь копим 19 тысяч. И будем вот прокачивать наших всех ферм, чтобы больше получать. Я вот не знаю, этот друид нам еще поможет уничтожить следующий класс. Мне кажется, он поможет. Что он спокойно все это еще сделает. Так как он будет тут бить и бить. Тут еще будет все проходить. А у следующего босса где-то будет, наверное, 250 тысяч хп. Так, второй класс уничтожен. Идем дальше. За два раунда, кстати, мы его уничтожили. Ну, почти за три. Так, вот. Лаборатория уже первая есть. Главное идти не отставать. Потом еще надо будет добавить обзенную деревню. Сюда, к сожалению, она не помещается. Ой, или что? Что-то было. Не, к сожалению, не помещается. Это мне показалось. Так, ну давайте ее мы поставим вот... Да где же это? Вот сюда поставим. Так вот радиус увеличим. Ну, хотя бы вот первые, вот эти вот три главные, они будут все видеть. Потом мы их будем прокачивать посередине. Те, как, ну вот эту деревню. Чтобы они могли справляться со всеми видами шаров. Это будет очень полезно для нас. И, как по мне, действительно, молнии, они очень полезны. Из-за них, как бы, друид больше урона начинает наносить. Или мне так кажется, вот знаете... Ну, если логически мыслить, то от его ударов идут молнии, и... Это его должно, наверное, усиливать. Или же посередине сильнее. Ну, все, я уже сломался. В любом случае, это, наверное, надо будет отдельно потом проверять. Как-нибудь ставить и смотреть разницу. Так вот прям не скажешь, что сильнее, что лучше. Но в этот раз мы решили так пробовать, и потом узнаем, что из этого было полезнее. Вот обезьяна не из-за этого, я вообще... Чё-то не знаю. Мне кажется, его продавать надо. А ледяная обезьяна, посмотрите, почти 60 тысяч урона. Я в шоке. Это много. Так... Обезьяну инженера, я думаю, нам можно продавать. Она уже нам ничем не поможет. Так, ещё исследовательская лаборатория. До следующего босса 10 раундов. За 10 раундов мы много ещё успеем сделать. Вот эта ферма, она навряд ли уже попадёт в радиус деревни. Поэтому пока что не будем её прокачивать. Подождём немного. Так. И теперь будем копить уже на улучшение нашей деревни. Чтобы она поглотила вот эти вот все фермы, и мы шли дальше. Хотя потом вот, когда увеличится радиус, мы ещё проверим. Может, мы ещё где-то сможем поставить, чтобы она их поглотила. Хотя навряд ли это уже будет. А если вот здесь вот... Да, вот здесь, кстати, не помещается. Но помещается деревня. И мы же так сможем ей радиус увеличить тоже. Это будет очень здорово. Так. И если мы ещё вот так вот сделаем... У неё вроде бы ещё радиус увеличился. Так. Вот тут можем поставить. Ну, конечно, ставим. Блин, а эта до сих пор не ловится. О! Тут поймалась. Ну, всё. Неплохо. Плюс две хотя бы. Ферма ещё поглотится. Это же намного больше она нам будет приносить. И место экономнее. Вот тут вот жаль очень сильно, что ничего не влезает. И вот здесь странно, что совсем чуть-чуть не хватает. Так. Теперь быстренько копим 40 тысяч. Здесь надо самим собирать. Я что-то забыл, что здесь уже фермер не ловит. Это уже не его компетенция. Как у нас тут у друида? 140 тысяч. Ну, неплохо. Прям нормально идут. О! Сколько денег! 40 тысяч. Всё. Всех мы поглотили. Давайте заново теперь ставить. Как-нибудь нормально, я не знаю. А как нормально-то ставить? Научите, пожалуйста. Так. Если вот здесь мы поставим, здесь ещё влезет. А! Здесь ещё влезает. А! Зато вот здесь теперь не влезает. Слушайте, а если... Ладно, давайте это продадим. Сейчас будем аккуратно пытаться поставить. Да, зато теперь вот здесь не влезает ничего. Ну, ладно. Обидно. Да, всё, здесь ничего не помещается. Так, у нас там немного опасно было, на самом деле. Так, надо быстренько прокачать. У нас деньги накопились. Вот, пока что, мне кажется, нам будет этого всего хватать. Денег мы сейчас будем получать очень много. Как мне кажется, тут уже 50 тысяч. Тут вот исследовательские лаборатории очень много. И всё-таки... Обзианью разведку поставим. Может быть, нам что-нибудь дополнительно сделать. А этого не собирают, слушайте. Почему? Потому что надо как-то ещё поближе. Во, вот так вот. Вот так, наверное, он сможет всё ловить. И я бы, наверное, поставил Обзиануаса вот сюда и начал бы его прокачивать. Он тоже будет наносить урон. Очень хороший и будет нам помогать. 100 тысяч. Я не знаю, накопим ли мы сейчас 100 тысяч. Но в любом случае, это уже нормально. И вот здесь ещё дратикометчику можно поставить. Плохо. Так, скиллы-то надо взять эти. Что-то про них вообще забыл. И вот, видите, он... Ну, на самом деле, мы сейчас очень быстро уничтожаем все. Это здорово. Так. 45 тысяч мы уже отняли. Ну, практически. Надо бы нам Эда накопить. Ну, мы уже почти накопили. Всё, он есть. Сейчас тоже будет наносить большой урон. Будет всех пробивать. Ну да, и теперь мы точно должны справиться с этим классом тоже. Пока тут мы исследовательские лаборатории поставим. Ну, или хотя бы просто прокачиваем. Так. Большую часть хп этому классу мы уже снесли. Это прям радует. Это очень здорово. Никаких проблем у нас нет. Ну, посмотрите, как Мэтт. Он же там сразу же нескольких пробил. Офигеть. Просто решил вроде нацелиться так. Так. Я думаю, нас уже все добьют спокойно. Мы тут лучше попрокачиваем. Всё. Ещё один класс уничтожен. Сейчас я его быстренько так нацелю. Чтобы он сюда стрелял. Так. Тут вот у нас всё хорошо. Сейчас, наверное, тут центральные рынки буду прокачивать. Чтобы у нас больше хп было. Хотя хп, на самом деле, нас уже не так волнует. Нам бы больше денег. Чем больше денег, тем лучше. А думаю, с деньгами у нас сейчас точно проблем никаких не будет. Как-то в этот раз я... И не знаю. Как будто опыт после предыдущей битвы на кукурузном поле очень сильно мне помог. Мне кажется, это реально очень здорово было. Что я там задумался о заработке. Как-то вот пересмотрел немного решения и расстановки. Насчёт вот того же шпилькомёта. Что я решил его по ройтам использовать. И не прогадал. Самое главное, что действительно не прогадал. Я потом поставил... Ночнее, убрал его, поставил другого. И всё прям нормально вышло. Вы понимаете, я тут ставлю эти рынки центральные. И пока я их ставлю, у нас прокачивается и прокачивает. Ночнее. Всё больше и больше денег. Я в шоке. Так. Видимо, к сотому раунду мы вообще разбогатеем. Так, давайте здесь я банановый централ поставлю. Здесь Адзенни Волд Стрит. Это ещё ведь дополнительные даёт деньги. Опа, тут уничтожили. Давайте летающую крепость ещё сделаем. Чё-то я офигею. Что-то вообще... Так всё нормально идёт. Прям очень радует, очень удивляет. Так. Ещё пару центральных рынков, наверное, сделаем. И всё. И пока что хватит. Надо подумать, какого бы нам парагона поставить. Может быть, попробуем опять на Варха сделать? Вот тогда нам пару таких надо поставить. Ещё. Так. Здесь мы тут пирата нашего прокачаем. Чтобы они тут забирали пока что урон наносили. Всё равно хоть какой-то накапливался. И сейчас будем прокачивать наше торговое судно. Что ж дополнительные деньги? Хоба, хоба, столько тут всего уже происходит. Столько денег. У нас уже 270 тысяч. И меня прям удивляет, как я тогда создал парагона только к... 120-му раунду, что... Ну, я не мог накопить никак деньги. И как в этот раз... Я не успеваю тратить деньги. Это прям здорово. Прям тактика мне безумно понравилась. Она как будто изменила всю у меня игру. Облегчила её в 1-100. У нас даже уже, как бы, большая часть денег на Наварха есть. Так. И помимо всего этого я ещё, наверное, у нас буду прокачивать парагона Обзиана-ниндзя. Чтобы у нас ещё Обзиана-ниндзя был крутой. Хотя у нас, как бы, все очень крутые. Проблем вообще никаких нет. Так. Скилл использую. Чтобы урон набрать. Что у нас тут по урону? Ну, 65 тысяч, что же неплохо. Так. Денег немного потратили. О! Пошёл! Я всё потерял. Так. Давайте я тут сниму. Сниму цель. Ой, а чё он похилялся? А чё он похилялся? Что у нас его может похилять? Вот это вот я чего-то только что не понял. Так. Давайте морского Наварха всё мы ставим. Чтобы уж сразу же. 22 степень нам этого хватит. Мне кажется, это будет достаточно. Ну, даже предостаточно, оказывается. Мы уже опять 200 тысяч накупили. Так. Уничтожаем. Тут вот ещё этого напрокачиваем. Ну, это, конечно, да. Это в основном всё Наварх делает. Спасибо ему за это. Так. Тут вот ещё вкачаем. Я не знаю, от этого ли он поглощает. Нет. Четвёртый класс тоже преодолён. К сожалению, эти обезьяны у нас очень мало урона наносят. И когда мы её сделаем до Вознесённой Тени, степень явно будет не такая большая, как хотелось бы. Ну, я, наверное, с этим не буду пока что торопиться. Посмотрим. Может быть, они урон какой-нибудь накопят ещё. Можно ещё по приколу его тут поставить. Так. Ещё его. И вот третьего где-нибудь сюда. Может быть, мы ещё одного парагонта создадим. Нам уже не хватает, конечно же. Ну, может, побольше урона наберём. Просто, чтобы прокачать. И мне, как кажется, всё. Это победа. Нас уже ничто не сможет остановить. Это реально очень здорово. Так. Давайте этих друидов пока что продам. Они уже нам не так нужны. И нам очень помогли в своё время. Спасибо им за это. Также можно взянуть мага очистить. Призыв к оружию не надо качать. Это же нам потом бафаться же будет. Точнее как хп себе регинить лич. От этого, по-моему. Так что, лучше не будем связываться с этим. 109 раунд. 700 тысяч есть. Проблем нет. Пока что попрокачиваю немного. За 10 раундов мы много чего успеем накопить. Если что ну, если что-то не будем испытывать, то я просто удалю какие-нибудь фермы. И с деньгами у нас точно проблем не будет. Потому что одна вот эта деревня вы посмотрите. А где она? Почему она не... А. Вот всё. Сейчас я тут поставлю. Одна вот эта вот деревня стоит 200 тысяч. Это прям здорово. Так. Нормально. На фарах у нас тут сколько урона? А, 3 миллиона, да? Да, 3 миллиона. Я уж... Ну, я просто подумал 36 миллиона. Ну, 3 миллиона это всё равно это уже очень много. Поэтому прям здорово. Ну, мы идём дальше. Мы не отдаём, не унываем. А, и унывать-то даже нечему, на самом деле. А у нас так всё сейчас классно происходит. Надо все скиллы юзать. Так. Урон наносят всё равно, и это здорово. Конечно, он очень маленький. Ну, что поделать. Так, и давайте сейчас ещё один ниндзя будем так ставить прокачивать по нижней линии. У нас уже как бы денег-то миллион сто тысяч. Поэтому, может быть, мы ещё даже успеем сделать парагон обезьяну с дротиками. Так, идём дальше. Всё у нас тут будет хорошо. Пока мы совсем справляемся, и ничего нам точно не помешает справиться дальше. так, ну, на 120-м раунде мы будем создавать этих уже парагонов. Пока что я тут просто доставлю обезьян, немного их попрокачиваю, что неплохо. По-моему, я что-то продал. Так, или нет, просто звук. Я уже, видимо, немного в звуке запутался. Оба. Идём дальше, дальше прокачиваем. 119 раунд. Мне кажется, можно пробовать создавать. А, тут ещё. Быстренько завязаем. курсор найдён. Так, 120 тысяч. Создаём Вознесённую Тень. Создаём Господин Аглев. 400 тысяч у нас уже есть. Кстати, 23-я степень и 25-я. Как бы это немало. И по урону вы посмотрите. Максимально быстро. Я бы ещё успел одного поставить. Хотя, давайте я этот поставлю, чё бы нет. Хочу успеть. Во, всё, нам и на это хватает. И да, у нас есть все парагоны. Ну, максимально я его по-быстрому создал, но неплохо. Прям нормально. как же быстро мы его уничтожили. понимаете, он бы тут ещё очень долго ходил. а мы его уже вынесли. О! А мне ещё достижение. Башен размещено 116, шаров пробито 14 миллионов 670 тысяч, получено денег 3 миллиона 866 тысяч, пробито муап 6 половиной тысяч, использована сила одна, использована наборов, ой, точнее, использованы способности 23. Так, да, мы завершили. Видимо, потом я уже буду проходить на элитного, элитного, не эксперт, а элитный. Буду его проходить, пытаться, что он тут за достижение, пробить шары 100 миллионов раз. Как бы не лопнуть. А почему как бы не лопнуть? Так, ну ладно. Я не против, столько всего дали, но это же не как бы не лопнуть, по-моему. Или я путаюсь. Ну да ладно. Как минимум, мы не против этого, а на этом я, наверное, буду заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok